Сочинский пожарно-спасательный гарнизон приходит на помощь по первому зову. Высокий профессионализм огнеборцы демонстрируют постоянно. Проверкой на прочность стал не только Олимпийский, но и прошедший 2015 год. Сочинские пожарные участвовали в ликвидации четырех чрезвычайных ситуаций на территории курорта. Чего только стоила борьба с июньской стихией. Справляются с водой, покоряют огонь, спасают людей. То, что многие считают героизмом для сотрудников пожарно-спасательного гарнизона, это ежедневная работа. 30 апреля они отметят свой профессиональный праздник. В связи с 367 годовщиной со дня образования пожарной охраны России за простого исполнения служебного долга и высокий профессионализм сотрудникам 10-го отряда Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю были вручены знаки почета. За трудовые успехи на благо города огнеборцев наградил мэр курорта Анатолий Пахомов. Именно тот настрой, который есть у вас, у вашего личного состава, они действительно делают все для того, чтобы у нас в чрезвычайной ситуации не становились трагедии. Важно мужественная профессия поистине, героическая. Она, конечно, сопряжена с постоянным риском для жизни и готовностью к самопожарной. Пожарную охрану, наверное, не попадают случайные люди. Далеко не каждый человек может войти в угол. Спасибо вам за эту работу. Уверен, что и в дальнейшем ваше мастерство, ваше опыт, целенаправленность и самое желаемое мужество будет всегда стоять на страже наших горожан. После торжественной церемонии Анатолий Пахомов посетил музей. Он находится в лучшей по итогам 2014 года в России 19-й пожарной части, расположенной в Олимпийском парке. Начальник сочинского гарнизона пожарной охраны Алексей Колотко показал мэру пожарно-спасательные экспонаты и кубки, полученные отрядом за призовые места на соревнованиях. Свои впечатления от увиденного мэр Сочи оставил в книге почетных гостей.